нормально откуда вы москва из москвы классно а вы я из новосибирска привет москве из новосибирска сибирь матушка да есть такое русь матушка сибирь матушка все у нас матушки как дела на пенсии работаешь да не успела на пенсию выйти стал уже на 8 прибавили еще прибавили да да конечно путин щедрый от щедрот немножко добавил до последнее время народ обижать стал как-то идиотский на самом деле вот знаю я конечно за него проголосовал в общем то потому что ну за кого еще хотя хотел хотел нет хотя хотел жириновского поддержать хотел старика порадовать немножечко чтобы он так от меня получилось нужно думал путин и пройдет однозначно а жириновский ну пускай побольше процентов пройдет а тут ко мне приходит мой сосед и говорит слушай там все голосуют за этого фермера до грудинина типа о их пути нас не пройдет или второй тур я так думаю а нафига нам нужен второй тур лишние деньги тратить что за херня блин опять такая пошел за путина это еще перед выборами я в интернете анекдот прочитал уже народ придумал перед этот дня за три перед выборами значит путин вызывает панфилову ну секрет это председатель цикл александровна как же так вот грудинин набрал восемь шестьдесят четыре процента вы же мне обещали что я она владимир не волнуйтесь ваши восемьдесят шесть процентов никуда не денутся там было без вариантов но я я за него не голосовал тут своя чиста но тем не менее но если вы не ходили голосовать то удачет ваш я ходил на мой взгляд две ошибки он здесь во-первых медведича опять назначил капец какой-то надоел медведь оружие тут всем они питерские то они питерские тут с одной стороны как бы шанс какой-то медведев на исправление дает еще он всегда такой же не до последнего там пока совсем человеком не опустится все дефор реформу поддержал жестко так-то а я вот не помните такой момент что медведи вдруг пропал дней на 10 до 12 где было такое еду я на машине и значит о ну радио губ нет новости значит и там значит выдают что дмитрий анатольевич медведев уже 10 дней не выходит не на связь не президент не может ему дозвониться никто непонятно где понимаешь кому ё-моё да шо ж такое приезжая домой ты с дачи ехал включая телевизор думаю может быть в новостях что-то нет тишина на следующий день я опять на машине куда-то еду опять радио работает и или через день значит дмитрий анатольевич медведев все еще непонятно где и потом выступает вот я забыл то ли есть сурков то ли суриков какой-то сурков есть да значит и на эту тему он товарищ песков есть песков еще есть песков наверно выступает сурков вот я тут сурков или суриков ты могу переводить товарищи не надо беспокоиться дмитрий анатольевич медведев страдает национальной русской болезнью он в запое бля я слышала его этой русской национальной болезни суда это я слышал слышал ну как-то мне не верилось путин провел три совещания который должен вести медведев за него провел медведи еще молодой без ребро наверно там все такое гуляет парень меня сергей зовут вас как слава слава я на самом деле признаюсь честно что я записываю наши диалоги принципе если вы не против то можете что-то рассказать интересное я выложу на свой канал youtube там есть некоторая подборка довольно интересных так называемый блогер да ну можно и так назвать надо же на старость себе какое-нибудь дело сделать чтобы понимать зарабатывать как это может увлечь что-то что за подборки не но люди рассказывают очень интересные вещи бывают я понимаю что анекдоты вот что что с вами происходил какие-то события интересные каждого жизнь она очень интересная на самом деле он пишет свою книгу жизни и принципе ее как говорится имеет смысл бы как-то вообще оформить и люди вот у меня за стеной живет парень занимающийся издательством люди пишут мемуары со страшной силой просто там и он их издает вот так вот у меня вон на шкафу висит мой боевой пиджак с орденами медальями мне еще рассказать то есть где-то служит служили в войсках ну видно такой нет я я сержант советской армии сержант но у меня есть боевые награды есть так что ну не они о чем наверное можно говорить да мне не хочется честно говоря это в своем кругу как-то это все дело рассказывается а так нет тем более выборчивые записывайте выложите ну нет как-то мне это нет как скажете принципе не выкладывать по договоренности просто предупреждаю вот люди рассказывают очень бывают очень интересные подробные неожиданные вещи сейчас такая в общем-то гласность такая в принципе кто-то просит чтобы там затенить изображение лицо так в принципе насчет классности но я вам скажу так один такой случай со мной с моим другом мы по телефону иногда разговаривали ну и часто иногда разговариваем о политике о наших так сказать правителях ну как вот сейчас мы недавно немножко прошлись вот это было ну лет лет двадцать наверно назад ну может быть восемнадцать но где-то в этих и в очередной раз я ему звоню видите я говорю так и как ну о чем-то молчи молчи датон мне я чего такое вчера вечером он мне рассказывает звонок в дверь вечером открываем мужчина представился показал корочки и говорит виктор алексеевич вы по телефону ведете достаточно фривольные разговоры не нужно этого делать я вас предупреждаю спасибо за внимание и ушел что это было и почему это было зачем это был это уже было в гласность господи это лет ну 18 назад так что вы говорите что некоторые высказывают интересные вещи можно высказывать он товарищ навальный до сих короля парится две судимости у парня чего хотите он пятнашку он пятнадцать суток а сидит выходит ему двадцать дней двадцать суток дают вот позавчера 20 суток дали и он беспрерывно сидит но с другой стороны у него две судимости не погашенные его отпускает подлечиться в европу там какие-то глаза ему там залили зеленкой ну как то то есть то сидит то не сидит не поймешь что тут на самом деле какой такой поп-гапон может быть даже человек из-за позиции понимаешь это ручная позиция такая на поводочке мы посиди ладно сделаем тебе доброе дело ручная ну безусловно он не ленин вряд ли перевернет этот мир но этот мир никто уже не перевернет я так считаю мы проходили революцию и 37-53 год нет это все вам сказать то что сейчас происходит на самом деле народу тоже сильно то не нравится то есть вот это вот кучка олигархов там образовалась которые грабят в общем-то жирует можно сказать если официально по телевизору я до этого прочитал в интернете но интернет интернет может быть знаешь там это приукрасить или наоборот приуменьшить а это по телевизору 200 человек с вами 200 не 2000 и не 20000 и даже 200 200 человек в стране имеют доход как 90 процентов россиян хочу о чем но до капитализма такой там один процент имеет там 90 процентов капитализм да у нас уже не социализм у нас не коммунизм у нас капитализм ничего нету мы пока я говорится жизнь прожил мне как-то у меня у меня хорошие пенсии скажем так мне грех обижаться но я же вижу как соседи живут я тут съездил ставропольский край мне не понравилось как там люди живут глубинки мне не понравилось а если поедет вот говорят там кировская область кировская область как и калон нищеты бедноты бля не знаю я там не был так что ну что сказать я могу сказать недавно было селе деревне иловка вот мои родственники там трудяшки такие на пенсии как-то выращивают там фермерство такое подсобное хозяйство картошка там морковка там свинюшки сам кур и как-то тем не менее зарабатывают общем-то как-то строится там окна пластиковые забор модный гофрированные там 100 человек живет в этом 100 домов по максимуму если а может даже и меньше в этой деревне 3 асфальтированных улице и рядом же тоже находятся пьяницы понимаешь понимаешь они получают и пропевают заниматься не чем комби фермерство на самом деле можно продащу ну каждый придумывает для себя что-то хочет он пьянцы пьянцы судьба такая согласись что так хотя фермерство это тяжелый труд это тяжелый труд тяжелый труд согласен они они больше ничего новых другого не умеют это понятно они это их не но да 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 поэтому другой стороны я тоже вижу что ни на кого не надеюсь ни на кого не надеюсь потому что на кого надеяться никому ты не нужен грубо говоря до пенсии обрезали пока что вот и поэтому приходится и там и здесь работать на разных вере в разных направлениях и принципе два года притаксовую до принципе вижу что несмотря на все на санкции эти вот всю эту хрень которая сейчас крутится денег не дает в экономику там тем не менее город развивается новосибирск развиваться какие-то новые дома строится каждый год чуть ли не новые кварталы возводятся дороги там тоже улучшаются китологистический комплекс строится производства какие-то строится а наше министерство экономического развития парапортует что у нас типа один процент там или сколько два процента или три процента роста да а мы же помним как было в советском союзе то все хорошо полки пустые ничего нету а рапортует там статистика ухо какая хорошая да куда все девалось за сейчас наоборот нулевые проценты там роста на самом деле город растет вот как так может быть не знаю я бы вот все свое все свое нынешнее изобилие поменял бы на 70-е годы променял бы поменял когда мы были молодыми да это это анекдот на эту тему внучек деда спрашивает дед ты когда лучше жил сейчас или прибрежневым конечно он очень прибрежен а почему а тогда у меня хуй стоял хотя бы из-за этого как показатель 70-х годов тоже были молодыми как-то все было как-то вот настолько медленное развитие идет я пользуется в мужика пошел дом строили два года сейчас за год возводится два года в мужика строили что с быстро потому что пять лет строили дом такой девятиэтажку там четыре подъезда ну совсем а сейчас 17-15 этажей за год возводится народ покупает ипотеки берут и общем-то уровень к уровень как-то развивается комфорта и строительство тоже развивается это как-то не может не радовать конечно и принципе производство новый появляется могу сказать что скажем тут подвозил парня 1 спрашивал тему занимается там вот электротранировку сделали для машин два года уже занимаемся электротранировка вот то есть кнопочку включает раз все потемнело вот там два стекла между ними раствор какой-то специфический это я тоже не это дело то не новое в общем то есть не новое секреты есть ноу-хау такое есть то есть на них вышли представители бмв мерседеса мерседеса и они для них делают эти тренировку стоимость стекла 100 тысяч все зависло даже поговорить